Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Я продолжаю на уровне сложности божество за Австралию проходить Seedmers Civilization 6. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии. Ссылка есть в описании, либо в прикрепленном комментарии, наверное, еще будет. Ну а спонсоры канала, конечно, все серии видят сразу во вкладке сообщества. Большое им спасибо за поддержку. Поэтому давайте, в общем-то, продолжать. У нас тут Корея, Мали, практически всех я уже встретил на своем континенте. Я, во-первых, знаете, что подумал? В первой серии я боялся войны, но у меня же это способность Австралии, вот эта, которая 100% к производству, когда войну объявляют. Так мне, может, наоборот, быковать надо, чтобы мне войну объявляли. Ну и я буду стараться не абьюзить эту способность австралийскую. Напоминаю, что если вы объявляете войну кому-то, если кто-то в союзе, и Австралия одному из них объявляет войну, то союзник автоматически объявляет войну Австралии, и у Австралии срабатывает вот эта ее способность на плод цивилизации плюс 100% к производству. Так что не буду это абьюзить, но буду, во всяком случае, стараться. Вдруг мне все-таки придется кому-то войну объявить только, просто не ради удвоения производства. Но, в принципе, я не должен бояться, что мне кто-то войну тут объявит, именно чтобы проверить способность. Ну и, к сожалению, нам одного очка не хватит. Так, а что у нас тут есть, исход евангелистов у меня религии не будет. Такой всегда сложный выбор между вольнодумством и монументальностью в нормальном веке. Понять, что больше очков в итоге даст. Мне кажется, я сейчас буду районы все-таки строить, так что эти монументальность... Вообще, я рано гавань открывал по-хорошему, потому что еще куча... Так, вот у меня все знания. Давайте, наверное, пойдем гулять по... По Корее, вот это вот все будем открывать. И мне надо реально вот эти два города побыстрее не поставить. Так что, наверное, я все-таки в Канберре продолжу... Продолжу строить поселенцев дальше. Чем быстрее города поставим, тем лучше. Ну и здесь просто контролируем надо. Вот я, наверное, сюда подойду. На всякий случай, вдруг тут еще Мали поведет какой-нибудь посел. Хотя, если он тут поставит, то у меня все равно влазит город. И главное, чтобы он где-нибудь вот здесь не поставил, например, да? Я имею в виду сомнение, что Мали уже аж туда поведет. У него еще река есть, в принципе. Так что... Все комфортно. Ага, вот сейчас мы обрабатываем наконец-то. Янтарь, и у нас хоть какое-то... Счастье возвращается в города. Хотя тут все равно минус один. Давайте тут на производство чисто переключим. Так, обработка бронзы, один ход. Тут еда, производство. Все правильно. Давайте перепрыгнем. По идее, где-то еще два чувака должно быть на континенте. Потому что если у нас 16 и континенты, то по 8... Ну, обычно это два больших континента и одинаковое число цивилизаций. Хотя, как бывает, на самом деле. Так, индуизм. Вообще, что у нас с религиями уже все основано. Я тут даже не пытался. Так, железо открыли. Деревья можно рубить. Так, я хочу посмотреть, кто у нас из ближайших. Неизвестный, неизвестный. Вавилон, зороастризм. Индонезия, индуизм. Так. Кстати, они примерно на миникарте одинаково от нас находятся. Индуизм плюс два золота за торговые пути. Но это, по-моему, на нас действовать не будет. По-моему, основателя и мечети. А в зороастризме синагога. Все перепутано. В ислам надо было мечеть. А гурдвары как раз в индуизм, по-моему. У нас тупо у буддизма, Катя, все правильно. Смотрите, они все берут компьютеры заточены на то, чтобы брать сразу здание. Интересно. Хотя, они явно их не могут еще построить. Потому что надо еще в храмы, храмы построить. Только туда выйти. И только тогда это все может быть построено. Ладно, исследуем пока местность. Так, у нас тут еще два заряда. Ну, наверное... Я бы, наверное, обработал... Блин, я тут достраиваю рабочего. Так, во-первых, тут мы не будем строить уже. Блин! Блин! Мой плюс пять кампус в жопу ушел. Нееееет! Тут, кстати, промышленная зона, по идее, должна быть неплохая. Правда, никак с престижем она уже не будет связана. Потому что два производственных этих... Два стратегических ресурса. Но, блин! Но, блин! Почему здесь-то железо обязательно? Так, куда я хочу больше поставить? Наверное, все-таки сюда. Быстрее поставим город. Так, Канбера. Знаете, на производство все-таки переключусь. Так. Знаете, я, наверное, поеду вот этого оленя лучше обработаю этим рабочим. А вот этим рабочим оленя и потом сюда вырубить лес. И там буду ставить кампус уже. В том городе. А, блин! Так, куда я хочу? Я, наверное, все-таки туда пойду. Скаутом исследовать. Вот эту территорию мне надо открыть. Вдруг я там могу города ставить. В Мельбурне монумент достроен. Ну, строителя, пожалуй. Конечно, без карточек вообще неинтересно. Может, поселенцы лучше? Я так до этого, например, туда поведу. Не, 12 ходов. Это долго. Это долго. Деньги. Могу ли я как-то хоть как-то в ближайшее время орошение ускорить? Например, ставлю тут город, выкупаю клетку, обрабатываю вот этим рабочим, да? Как вариант. Ну, давайте тогда... Так, врага я, наверное, с помощью прачника никак не... При этом я тут... То есть у меня Корея в соседях. Если Мали объявит войну. Так что давайте стрельбу из лука точно откроем. В общем, большие у меня сомнения, что я могу ускорить. Сандок висячие сады таки построила. Так, ну в итоге у меня выглядит как раз, два, три, четыре, пять. Античность, содержание юнитов, правительственная площадь. Шесть. Шесть городов. Хатусу надо стопудово будет захватывать. Так, Пингалов, Канберия. Улучшаем Пингалу на науку. Так. Следуем здесь территории. Да, ну надо, конечно, чтобы тут... Тут еще Катей Корея может поставить город, на самом деле. Чего я только на Мали? Там и Корейка может влезть. Так, это идет обрабатывать оленя. Напоминаю, у нас пантеон на рыбацкие лодки. Но, в принципе, у меня все обработано там. Что, давайте... Давайте я здесь, наверное, поселенца тогда. Тем более я вырублю лес. То есть вот этот поселенец вот сюда пойдет становиться. Чего удивлено, что тут... Минус по довольству. У меня, конечно, один только, но, в принципе-то, три города всего лишь. Почему... Почему янтарь тут не работает на три жителя? Очень странно. Ну да, ладно. Так. Трудовую... Что у нас вообще стоит? Поселенца оставим удвоемый опыт юнитам разведки. Ну, наверное, тоже пока оставлю. Блин, можно, конечно, сто процентов... Так, а что мы открывать будем сейчас? Ну, я бы в политическую философию пошел. Шесть ходов. Так что оставляем пока. Потом можно будет поставить сто процентов на... На морской юнит и второй морской юнит построить. Да блин, что вы тут все мешаетесь мне ходить-то? Ладно, пропущу ход. Ничего не принимаем. Блин, даже грек опережает Корею. Смотрите, блин, 60 науки у грека. Что это такое? Что это за нереальные цифры? 52 стало. Но, тем не менее. Так, давайте проверим. Никто у нас тут ни с кем не в войне. Все друг с дружкой дружат. Что, блин, за... Мирный детский сад такой? Блин, их здесь не пройти. Слушайте, какая-то карта, конечно, сгенерировалась. Гористое. Сюда иду чисто контролировать, чтобы никакие... Поселы не гуляли. Бесхозные. Нет, не удаляем. Так, тут ходим, гуляем. Тут плаваем, гуляем. Смотрите, удивлено, что у меня... Обычно Корея какая-то агрессивная бывает. А тут у меня плюс 12, плюс 9. Но у нее, судя по всему... Судя по тому, как она говорила в прошлой серии, у нее там... Она любитель, чтобы дружили. Слушайте, давайте я так орошение открою. Потому что ждать ускорения ради одного хода надо открывать и надо обрабатывать клетки. Так, тут два заряда. Наверное, мне просто надо сразу идти на железо. Так, тут 4 хода. Так, здесь я вернусь на плантацию сначала. Мне счастье надо, у меня города не растут. Обработаю часть следующим ходом. Здесь второй янтарь пока не нужен. Возможно, я бы пошел на красители. Но тут красители тоже есть. И тут через 4 хода. Тут я бы шел на... Знаете, тут вообще надо на лошадь вот эту идти. Мы купим мельбурном лошадь. Сейчас через 2 хода она сама добавится. Мы обработаем лошадь и все клетки вокруг добавятся. Потому что культурный захват у способности обстрелять. Так что обработаем лошадь и потом сразу железо. Ну и можно тут уже убирать эту метку. Потому что мы, к сожалению, там не сможем кампус уже поставить. Печалька. 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 Плантации есть. Болото и бананы можно собирать. Висячие сады нафиг не нужны. Так, и этот парень у нас идет... Блин. А я там буду мешаться... Блин. Да е-мое. Как-то неудачно я тут все иду. Ладно, давайте... Ладно, давайте... Ну, придется рабочему... Один ход постоять, значит. Город поставить важнее, чем... Эту клетку обработать. Вот эти уроды, они постоянно тут как тараканы под ногами мешаются ходить. Постоянно вот носятся, чтобы твой поселенец пройти не мог. Завершили. Ну, наверное, гавань. Посмотрим, где-нибудь кампус у нас... Ну, вот плюс три. И здесь плюс три. Кстати, я думаю, может иметь смысл здесь кампус поставить. Тут будет соседство с гаванью. Это, конечно, не так круто, как соседство с коммерческим районом, но... Сейчас меня периодически спрашивают про, что ты не строишь тройничок, вот этот, как раньше был. Сейчас не так это выгодно. Просто, ну, вы лишний район строите, получается. Но соседство с районом-то у гавани осталось, поэтому вполне можно кампус будет сюда поставить. В принципе. Так, две галеры. Давайте пока два хода откроем... Нет, давайте два хода верховую зубу, потому что мы пастбище раньше поставим. Достаточно довольства. Да, конечно. Постоянно не хватает довольства. Так, тут ничего не залочено. Тут ничего не залочено. Все норм. Тут я держу деньги, чтобы сразу чай выкупить у хатусы. Надеюсь, я успею, потому что тут... Ну, тут у меня несколько клеток, она может и эту выкупить, и эту выкупить, на самом деле. Поэтому я думаю, что этот чай все-таки мне достанется. Так, идем сюда. Тут пропускаем ход пока. А то он сейчас пойдет вот так вот в обход. Есть. Вернули счастье в города. Недовольных больше нет. Слава богу. Так, здесь, наверное, куда-нибудь вот так встанем. Ну, в принципе, Корея вот сюда еще может поставить город. А если он сюда поставит, то я влажу. Да, если сюда, то я влажу. Нормально. Так, а что ты у меня так сразу политическая философия открыл? А, третий УГГшку открыл. Да, Аншан. Отлично. Меняем. Так, давайте подумаем на что. Олигархия, это если бы у нас война была. Не предвидится пока. Даже я хатусу не планирую пока захватывать. Все города с районом, жилье и довольство. 15. Ну, в принципе, да. У меня сейчас гавань уже появится. Да, наверное, это. Берем чудо. Я тоже не собираюсь строить. Давайте. Античную республику. Так, поселенцев пока оставляем. Поставим еще на создание строителей. Дальше два влияния. Что сюда? Городское планирование. Содержание юнитов. Настолько только одно золото на юнитов. Ну и с лояльностью у нас проблем нету. Давайте, наверное, морское судоходство. Построю. Так. Могу я за один ход построить галеру? Могу. Давайте один ход галера. И тут, собственно, быстро откроем... А, мистицизм. Два хода. Ну, откроем мистицизм. Возможно, я три галеры тогда построю. Чем плохо? Давайте вот так сделаем. У нас морская держава. Будем плавать, все исследовать. По-моему, здорово. Блин, как-то очки эпохи опять медленно набираются. Блин, почему никто ни с кем не воюет? Оставить нам соседний город. Еще один любитель городов-государств у нас. В игре. Какая-то пустыня, кстати, у Мали есть все-таки. То есть, не совсем в непригодном появилось. Я просто вот так вот буду курсировать этим, чтобы видеть. Так, красители обрабатываем. Здесь сюда идем. Здесь рабочим. Сейчас увидите культурный захват следующим ходом. Пастбище. Так, есть дорога. Отлично. Сделаем. Город тут ставим. Убираем меточку. Выкупаем клеточку. Сразу с монумента. И я бы отсюда отправил. А, блин, оно по морю будет, скорее всего. Короче, нам надо из Сиднея отправить. Караван. Вот так, в Канберу, чтобы он рос быстрее. Есть плантация. Поехали. Обрабатываем оленей и вырубаем лес. И вот у нас еще один посел. Да, блин, вот они тут все просто стоят и мешают моим юнитам ходить. Просто специально. Хм, что нам в Мельбурне? Знаете, я бы, наверное, выкупил эти бананы, чтобы просто инсану не досталось. Деньги есть. На апгрейд юнитов нам не надо их копить. А вот что? Кампус на плюс 4. Кампус на плюс 5. Вау. Но это рабочий будет вырубать. Сделаю, потом пойду сюда. Надо выкупить сразу. Несомненно. Правда, кстати, Корея можно это испоганить. Тут ставишь шахту и уменьшится. Но, тем не менее. Почему нет? Я бы ставил на плюс 5. Ну. Наверное, все-таки давайте еще строителя. Пока. Поселов нам уже не надо. Хотя, может быть, смело... Ну, блин. Я если здесь город поставлю, то... Мне кажется, по лояльности я его не удержу. Или мне надо как-то его тут ставить вместе с забиранием хатуса. Как-то так. Так. Блин, не достроилось. Прикол. Ладно. Ну, у меня один карават пока только бегает. Давайте, наверное, производство поставлю. Поселенцев пока оставляем. Два хода. Ну, короче, тут можно убирать галеру. Странно. Я думал построиться две галеры. Ну, обманула меня игра. Что поделать? Просто вот надругалась. Всячески. Блин, и через аншан не проплыть. Ну, вот. Блин, города не видны, малийские. Да что так все как-то невезу-ка. Какая-то. И культурный захват. Хренак. Ну, вы видели, да? Все просто вокруг добавилось. Так, теперь обработку железа открываем. Каменоломню. Так, колесо ускорится, кстати. Можно сразу колесо открывать. Каменоломню мне вообще негде делать. Так что можно и каменоломню своим ходом. Хотя вот каменоломня, слушайте. Есть где делать каменоломню. Ладно. Блин, все-таки по морю пойдет, да? Тогда лучше в Мельбу. Хотя, блин. Ну, просто хочу дорогу проехать. Ладно, в Мельбу. Просто тут сейчас гавань построится. Будет еще одна яблочко. Канберри. Ну. Так, а Аншан, кстати, хочет. Но я бы туда сначала первого посла отправил, а потом уже караван. Чтобы сразу три посла было. Ну, вот смотрите, где Корея уже город поставила. Ну, тут, конечно, рядом... А, блин. Хочется сказать. Рядом с этими... С горами будут крутые у них кампуса. Ну, Корее же не нужны горы. Корее нужны холмы чистые. Все. Катуса лучника хочет. Слушайте, а давайте... А, я не могу. Не хватает денег на апгрейд. Я-то лучников открыл. Мне просто и хапнуть. Так, поехали дальше. Наверное, военную традицию. Хотя, блин, оставим, наверное, на будущее. Кавалерию я не собираюсь строить. Бонус за атаку нам не нужен. Чудо я в ближайшее время строить не буду. Поехали в исторические хроники. У нас, извините, сейчас кампуса будут. На плюс миллион. Вы избегаете мелких островов. Ничего, что их просто нет. Вы знаете, каждый раз, когда Индонезия... Ну, конечно, против Индонезии лучше на морской карте играть, где есть острова. То тут избегаете мелких островов, как будто они тут есть. Так, Сидней. У нас рост производства. Давайте где-нибудь юниты у этого города держать. Не знаю, стоит ли мне галерой там возвращаться. Так, мы железо обработаем. Еще счастье. Отличненько. Так, а у меня больше-то оригинальных... То есть, чай, красители и янтарь я обработал. Остальное все на продажу. Есть у кого-нибудь вообще... Продажа каких-нибудь интересов? Надо ли мне второй какой-то обрабатывать? Это, походу, не здесь. Надо смотреть тут, что ли? Да. Ммм, два меда в Индонезии. Четыре... Да, надо четыре оливки, шесть ртути. Ни хрена себе уже, чувак, обработал. Все. Просто обработано все. Так что резы продолжим обрабатывать. О, Германия. Это классно. Интересно, как... Германия... О, вот мой сосед. Вот от кого я защищен горами, видите? От немцев. Кстати, я беспокоюсь за этот город. Там может лояльность на самом деле влиять. То есть, мне-то никак... Это не улучшить. Может, только если великими людьми в будущем. Ну, я бы тут постоял. Я попробую... А сколько под влиянием? Во! Я могу сделать в Аншане три посла. Отправить сюда одного посла под карточкой. И караван. Караван у меня будет. Вот я сейчас маяк в Канбере сделаю. Кстати, Канберу-то на рост надо переключить. Да, вот тут могут быть проблемы с городом из-за Германии. Честно говоря, Германия объявила войну Рапануэ. Это город-государство культурный. Ну и так как у Германии бонус против городов-государства, покеда Рапануэ, в общем-то. Странно. Я, типа... Зачем мне сообщается, что Рапануэ получил объявление войны, аж его не встретил? Так. Следуем Мали. Ну, у Мали нормально с пустыней. У Мали нормально с пустыней. Все. Так, железо обрабатываем. Ускоряем колесо и обработку железа. Дальше пойдем в деньги. Да, блин. И... А надо ли мне судостроение вообще? Спешить. Колос, конечно, было бы неплохо построить. Стены можно в Мельбурне, между прочим. Но после кампуса. Так, ну, пошли тут вырубать лес для кампуса. Чудо света. За раз три уже... Так, давайте глянем религии, как у нас распространены. 6, 4, 6, 7, 4, 4, 3. Ну, зороастризм может победить у нас на континенте. А немец, кстати, никакую религию не имеет. Да. В Германии иудаизм? Смешно. Смешно. Но синагоги в зороастризме. Так, водяная мельница. Блин, ну я хочу как-то столицу увидеть. Может, отсюда увижу. О, у него тут чудо. Что-то неплохо вообще тут все у Молита. Так, давайте-ка мы с Вавилоном задружимся. Кстати, а где Вавилон у нас по развитию? Вавилон в возрождении. Вавилон в возрождении. Ну, минус один это вообще терпимо. Прямо скажем так. Ланцестон, точнее. Пускай растет. Джилонг. Так, у меня осталось один город. Только поставить, и я буду полностью рад своему расположению. Слушайте, а тут, кстати, видно лояльность? Блин. Уже минус два. Ну, это, кстати, только из-за столицы, скорее всего. Но, в принципе, если немец где-то тут будет города ставить, это будет печально. Ну, у меня как бы нету особо выбора, честно говоря, ставить, не ставить город. Будем бороться с лояльностью, что поделать. Так, вот тут две каменоломни у нас ставятся. Собственно, вот этим рабочим сюда и пойдем. Ускорять. Есть рабочий. Сколько у меня ходов до возможности? Раз, два и третьим ходом вырубать будем, да? Амбар. Так, стоп, а это... Давайте-ка мы железо отдадим столице, вообще-то. Для Мельбурна слишком жирно. Столько клеток. Блин, я, наверное, еще одного строителя, пожалуй, сделаю тогда. Строителей много не бывает. Нормально. Мали, блин, Мали объявила войну у Хатуси. Ну, короче, у нас с Мали придется воевать, судя по всему. Ну, кстати, у Хатусы и стены 36 силы. Я не думаю, что это легко будет. Тем более, что Мали у нас уже 67, но было поменьше у них науки. Давайте глянем, где у нас Мали вообще. Ага, вот только здесь. Ну, дай бог, если у меня там арбалеты, может, будут, не знаю, вряд ли 36 берется. Берется. Посмотрим. Хотя, посмотрим. Что я тут загадываю раньше времени. Блин, никак не могу столицу увидеть. Вот тут столица. Давайте пойдем к Хатусе глянем. Я уже, может, тут не беспокоиться по поводу постановки города. Так, давайте открытые границы с Кореей попробуем договориться. Она, наверное, хочет мне заплатить за такое выгодное предложение. Да, блин. Хорошо, с Ракет. Даже с Ракет готова. 80. Вот, сделать более равным. Ну, 3 вход на 30 ходов, это 90, считайте. Мне срочно сейчас деньги не нужны, поэтому вполне время. Тут я останусь в городе просто стоять. Так, вырубаем. Отправляем посила сюда. И ставим кампус на плюс 6. Просто плюс 6, ребята. А с карточкой-то 12. Подобные кампусы ни одна другая цивилизация в игре поставить не может просто. Это про имбу Австралии. Опять, к вопросу об имбовости. Так, следующим ходом у нас будет возможность карафан. Может быть, куплю. Да, надо будет с кого-нибудь деньги выцегонить. Куплю караван. Может, лошадей кому продам. Караван куплю из Джилонга, наверное. В Камбере надо рабочего и тоже куда-то кампус ставить уже. Построили Оракул. Перикол построил Оракул. Ну, это логично. Так, давайте сейчас попробуем во-первых. А, я хотел уже в этот Вашан. Да, давайте первого посла сначала. Теперь убираем поселенцев. На строителя еще оставим. Возможно, два золота от караванов. Уменьшает стоимость покупки клеток. Ну, мне сейчас, по-моему, не надо. Я бы хотел лучше караваны покупать, да? Знаете что, дайте я проверю, где в Камбере у нас кампус может встать. Может, там надо клетки выкупить. А, я сюда хотел, да? Не надо. Не надо. Все, отлично. Производство оставляем. Строители оставляем. И на караваны. И первый посол. Так. Теперь Ван Шан. Первого посла отправляем. Исторические хроники пока не открываю. Военную традицию открою, чтобы вернуть карточку. Теперь. Доступные. Пути. Самый большой у нас Искамберы в Кумбисалька 614. Но мне в Хатусу надо. Из Сиднея или Искамберы? Вопрос. Что из Сиднея, что из Камберы, по-моему, будет по воде. А, наверное, из Сиднея? Сколько? 120. Мне надо 32 деньги. У кого, ребята, у вас нету лошадей? Вот. Немец. Хочешь, я тебе лошадей продам? Мне 32 надо. Готов он за 32? Готов. Так. Значит, лошадей слишком много уже для него. А, 7 лошадей за 30. Блин. Ладно. Принимаем сделку. Покупаем караван. Блин, что я смотрел? У меня же Ваншан надо. Я смотрел в Хатусу, самый дорогой. Но все равно... Да, Ваншан. Слушайте, нормально все. Фу ты. Надеюсь, Мали не стал его уже союзник. Нет, пока нет. Отлично. Я хочу стать союзником, чтобы проплыть галерой дальше. А что вообще Ваншан дает? Две науки за каждый шедевр. Но этого, к сожалению, у меня нету. Возможно, будет в дальнейшем. Так, тут мы используем дороги Кореи. Мали мне открытые границы не даст с таким отношением. Хотя... Хотя... Хотя я вижу границы Грека уже. Да, готов. Ну, давайте 50. Однократно за 5. Ну, нормально. Нормально. Я хочу столицу Мали увидеть. Для будущих, например. Так. Понятно. Стены... Он подготовился к стенам. Старанам идет, Мали. Вырубаем. И ставим кампус. Плюс 5. Так. В Канбере делаем рабочего. Тут будем вырубать. И тоже ставить кампус. Какие у меня жирные кампусы будут. Оу май. Ускорили каменную кладку. Судостроение нам пока не надо. Каменную кладку открываем. И потом, наверное, математику. Или инженерное дело. Или... Давайте потихоньку математику, наверное. Третий район, скорее всего, коммерческий. Я в Мельбурне сделаю где-нибудь. Что-то надо еще подумать по поводу ромашки. Явно где-то... Где-то вот тут надо ромашку делать. Но... Или вообще вот здесь. Смотрите, мы тут рис можем вырубить. Вот тут как-то ромашку надо... Будет организовывать. Но это реально надо подумать. Так. Этим рабочим куда мы пойдем? Наверное, сюда и сюда по дороге к Сиднею. Что я там буду работать? Я, может, там сразу гавань начать строить. О, тут раввин. Идет куда-то проповедовать. Блин, закрыт. Вы прикал. Смотрите, какие... Короче, надо как-то так пройти получается. А прикиньте, тут какая-то огромная территория, которой ты просто не можешь туда попасть. Такое же может быть. Кто-то возняется к небесам, а вы лезете в грязь. Ну, это типа, что я отсталый по науке. Корее нравятся умные. Ну, ничего. Тут буквально пару ходов. И я догоню всех. Вообще, уже соточка у грека. Так, а какое у грека отношение с Мали? Ух ты. У него еще и война с кем-то, кстати. Я ставлю на то, что грек, скорее всего, будет с Мали воевать. Поэтому подружимся с греком. Я, скорее всего, тоже с Мали буду воевать. Особенно, если он Хатусу заберет. Давайте, теперь мы будем тараканом, который под ногами шлендается. О, посмотрим. Блин, так тут еще у Хатуса дофига юнитов просто вообще. Нормальненько. Нормальненько. Так, сюда пытаюсь пройти. Скаутом. Кёнжу. Блин, в Янсане больше населения, чем в столице. А что тут в городе так вот? Ничего. Ну, хотя она фермы построила. Ладно. Блин, я почему-то думал, что дорога вот так пройдет. Если бы я знал, что он сюда встал, я бы сюда рабочим стал. Так, там кто-то еще лучника хотел. Но у меня денег... Нет, должно там 30, по-моему, стоит апнуть лучника. Да, давайте апнем. Выполним задание Хатусы. Хатусы. Так, и выполним задание Аншана. Е. О, видите, вот Корее стало не нравиться, что я союз... И Греку тоже. Но хорошо я вовремя с ними дружбу заключил. Поплыли. Так, здесь я хотел столицу увидеть. Яни 6. Слушайте, вот это, конечно, территория... Если бы игрок... Ну, живой игрок был на Мали. То вот такая столица, это вообще, конечно, обалдеть. Тут он имеет, по-моему, 6 или 8 еды, наверное, в центре. Должен... А, и Петру строит. Или она уже... Нет, Джабел Баркал. Нет, это фигня. Конечно, тут еще Петру построить вообще будет. Атас. Веселей, рабочий класс. Так, ну что, с Германией надо открытые границы. Там сколько с таким настроением мне Мали? И 5 только дала 6. Нормально. С каждого по 5-6 монет, и вот накопили себе на новые кроссовки. Австралийский. Есть монумент. Строить ли мне здесь рабочий? У меня сюда бежит рабочий. Давайте я, наверное, с гавани сразу начну. И мне интересно... А, кампус пока. Надо было сначала посмотреть кампус. Есть ли тут где-нибудь крутой кампус. Но тут, по-моему, ниже мы смотрели, что тут не особо много престижа. Да, вот риф жалко здесь. Был бы здесь, вот сюда бы кампус стал на плюс 3. Так, пока мы тематику открываем. Военную традицию это чтобы убрать карточку на первого посла. Нет, странное предложение. За 4 золота вход и за дипломатический капитал поддержал бы. Сразу перекупили аншана у меня. Ну, в принципе, мне нужно было только проплыть. И 3 посла мне на будущее будет нормально. Так что... Не то чтобы я расстроен сильно тем, что у меня его перекупили. Скаут. Так, ну, наверное, давайте все откроем у Малерас. У нас уже тут открытые границы есть. Чтобы знать, где как империя расположена. Так. Ну, хатуса, очевидно, не берется пока. Где-то здесь еще должен быть еще какая-то цивилизация. Видите, границы грека вот это? То есть, где-то тут еще одна цивилизация, с которой воюет Греция. Достаточно жилья в Мельбурне. Тогда чисто на производство пока переходим. Так, тут обрабатываем красители. Этот у нас бежит сюда. Чай обрабатывает. Три заряда обрабатываем. Блин. Я бы хотел, конечно, этот лучше чай обработать. Потому что... Нет, давайте тогда янтарь и черепахи. Кстати, вот еще один уникальный ресурс у меня. Черепахи. Я не заметил. Так, здесь пропускаем ход. Накапливаем производство. В шестой цивилизации можно один ход накопить. И пошли в исторические хроники пока. Тут меняем на плюс два влияния. Производство в городах. Создание строителей. Я бы, наверное, пока оставил создание строителей. Юниты не строю. Содержание нафиг надо. Великих людей. Чудеса, чудеса. Нет, пожалуй, пока нет. Давайте пока на строителей оставим. Все-таки. Так, исследуем Германию. Вообще, наш континент. Западную оконечность нашего континента. Где-то еще одна цивилизация должна быть. Немец вообще только троих знает. Да, вот Индонезия знает кого-то. Того, с кем грек воюет. Ну и... А, еще Вавилон. К этим вообще двое... Ну, к Вавилону могли, кстати, с этой... К этим... К Вавилону Индонезии, на самом деле, могли с той стороны... С другого континента приплыть, я думаю. Так что, возможно, это не с нашего. Вот у грек явно с нашим. Он воюет, тем более. Это означает... Shift-Enter, чтобы походить, когда у вас есть производство. Shift-Enter просто. Крам Артемиды. Фредерик Барвароса. Кстати, колосс компьютер не особо любит строить, так что можно попытаться. Можно попытаться колосс угнать. Вырубаем. И ставим сюда кампус на плюс 4. Но, видите, тут все затапливается, так что надо... Так, математику отложим пока. Давайте, инженерное дело. В Мельбурне я стены построю. О, а вот и Петра. Ну, вы прикалываете. Кстати, компьютер, в каком городе он строит Петру и в каком городе он не строит Петру? Серьезно, вот в городе сплошные... Сплошняком пустыня. Ну, зачем? Я построю Петру, где 3 клетки пустыни. Такой... Недалекий немножко. Хотя зато дамбу уже построил. Ты смотри. Он уже в дамбах. В контрфорсе. Ух ты. Ну, ладно, тут вавилон, потому что сандок уже здесь. А в чем это она может быть вообще? В астрономии? Наверное, в астрономии. Давайте вообще посмотрим... Ну, конечно, савон 2. Это вообще... Вот вообще нормально, что компьютер не умеет пользоваться своими способностями. Вот холм, да? Зачем мне ставить... А, нет, тут холм. Она на холме поставлена. Да, точно. Савон же только на холме ставится. Если у холмов, ты его просто построить даже не можешь. Ну, давайте вокруг 1 район, 2 район, минус 2 к науке, да? То есть вообще никак не это... Тут хотя бы плюс 4. Ну, я уверен, что тут... Вокруг районами обстоятельства... О, уже 116 у Кореи. Корея, конечно... Гнет. Тролль гнет ель. Корея гнет науку. Так, я хотел, по-моему, свой вавилон. У него там что-то оливок было. Завались. И давай ты мне еще заплатишь за это. Ты 11 вход. Нормально, не думаю, что мы с ним будем воевать. Так что это... Нормальная сумма вход. Мне по нраву. Тут просто стоим в защите. Могу мечника сделать, но думаю, не надо. Так, 14 ходов до конца эпохи. Две дороги такие параллельные. Прям шоссе. Блин, я бы тут купил, может быть, монумент. 120. Буквально два хода, и можно будет монумент купить. Поэтому давайте с строителями... Потому что монумент надо покупать, потому что он лояльность повысит, а не только культуру даст. В данном случае у меня просто нечем. И никак по-другому невозможно это сделать. Так, два хода до кампуса. Три, четыре. Так, через три хода исторические хроники мы ускорим. Ну и там, конечно, надо будет ставить на тур философию. Плюс сто процентов от кампусов. То есть я думаю, что у нас... Ну, 60 должно стать. Вполне. Да, ну, короче, чувак хатусу не берет. Я про мали. У меня уже армии 282. Обломал. Тут у хатусы какой-то по какой-то причине очень много... А хатусы, садись, атакует мали, блин. Я перешла в атаку. Убить все мали. Так, пойдем сюда этих увидим греков. Может, там и потусим. Блин, я хочу этот камень обработать. А мне мешается... Или, может, 34 хода олени добавятся? Так, деньги я... 120. Что там я... А, этот монумент. Ладно, подожду, когда свалит отсюда корейский этот. Что мы здесь обработаем? Ну, хотелось бы янтарь и красители, но нету денег выкупать клетки. Поэтому, наверное, бананы и оленей. Что тут так нормально? О, блин, а вот то, что у нас... Давай ты продолжишь со мной дружбу, пожалуйста. Фух. Я уже думал, она будет возмущаться из-за хату... Из-за кого-то, Аншана. Ну вот, да. Во-первых, минус 8 безрождественных... Вообще, минус 8 так-то идет. Но пока была накоплена дружба, ведь я думаю, что в следующий раз она уже не продлит дружбу со мной. Так что, в принципе, через 20 ходов можно готовиться к войне с кореями, так кажется. Ну что, сделаем хатусу еще? Не, ладно, пока никуда не буду. Так, создать заповедник вряд ли мы это сделаем. Создать священное место тоже. Тут мы без науки играем. Так, обрабатываем янтарь. И, по-моему, спириклом можно там было поторговать. Да, у меня тут куча ртути. Так, а почему он мне деньги не хочет? Вход не дает, да? Ну, 12 дипломатического капитала. Найс. На будущее пригодится. Так, ну счастье у меня в городах я уже поднял. Сейчас еще черепаих обработаем. Потом чайком торганем. Все за шибись. Блин, я не купил... А, мне ж не хватало. Так, первый крутой кампус. В Баларате покупаем монумент. Хотя, как и так, со стабильностью пока норм. Видимо, Лансистон вырос и начал влиять нормально. Еда, производство, еда, производство, еда, производство. Тут пока только производство. Кстати, можно будет амбарчик. Еда, производство. Так, следующим ходом мы исторические хроники откроем. И ускорим. Поэтому поехали пока в строительство. Кстати, а со строительством как мы тут далеко? Давайте строительство открывать. Я бы вот строительство открыл и ускорил. Блин, тут реально Хатуса... Ну, вообще, это, конечно, тупо. Лучше бы Хатуса берегла свои юниты. Она сейчас все потеряет в кумбисале. И тогда Мали захватит. Но пока я тут могу город, слушайте, поставить. Хотя, минус 20. Блин, даже не знаю. Лучше развивать те, что у нас есть сейчас. Блин, нету прохода, прикиньте. Вы просто... Вот, смотрите, уже какая... Ну, слушайте, а прикольно будет, если тут затерянный мир такой. Тут тоже горы. И только, и только построив тоннель, можно будет попасть сюда, во внутреннюю долину. Надо будет проверить. Конечно, вряд ли. Может, там немец уже все заселил. Но будет интересно, если это так. Имху. Так, плаваем. О, еще научная ГГшка. Ничего себе. Ну, тут, конечно, вполне возможно, столько 113 науки именно из-за научных ГГшек. Давайте глянем. Ваншане. А, это не три посла, не корейских. А в Хатусе. В Хатусе Сандок отправила. И я думаю, что эту ГГшку тоже она видела. Есть кампус в Лансистоне. Ну, гавань. Нету смысла что-то, кроме гавани. Наука и деньги. Вот наши главные друзья. Так, а водяную мельницу я только в Мельбурне могу. У меня, ну, в Сидиной тоже могу. Наверное, в Мельбурне надо водяную мельницу будет поступать. Сандок объявил о войну Периклу. Это интересно. Так, ставим соседство кампусов. Я думаю, уберем уже создание строителей. Плюс 15. Ну, кстати, маловато. Я думал больше. А, просто я еще не все кампуса построил. Я думал, побольше будет. А, ну, я говорил, вообще 70 в итоге. Пока что. Так, у нас еще один кампус вот здесь достроится. А, не, он уже достроился. А, значит, кампусы везде построены. Что, давайте смотреть в Джилонге. Блин, везде только плюс 2 в Джилонге. Печаль. А в Сиднее? Вообще, только на плюс 1. Ну, вот тут нету, видите, престижа. И тут кампусы не ставятся нормальные. Но в Баларате, я уверен, будет кампус офигительный. Плюс 5. И вот плюс 5. Ну, и тут бы я не убирал, на самом деле. Потому что здесь овечки, они тоже, по-моему, добавляют престиж вот этой клетке. Хорошо, я бы сюда не ставил. Вот сюда ставим. Просто кампуса. Плюс 5, плюс 6. И этого достаточно даже в 4 городах. Ну, это же мрак. Так, кампера у меня самая большая. Культура от Пингалы. Ну, пошли смотреть, как тут у них война. А что так Перикла все не любят? Не пойму почему. Он с двумя в войне и с одним еще соседом в плохих отношениях. Триста семьдесят восемь. Четыреста сорок восемь. Поразительно. Всегда думал Перикл такой, этот, добренький. Так, ну. Блин, хочется кучу денег апнуть юниты и пойти хатусу захватить реально. Давайте-ка мы будем юниты сюда перебрасывать. Ну, тогда мне надо все-таки тут тоже город ставить тогда. Блин, но мне не нравится слишком большая лояльность Мали. Ну, придется сюда куда-то идти пока. Да, вообще, конечно, очень интересно сгенерировано. А, а, не проплыть. Шьерт побери. Так, кахоке под влиянием фри... Кстати, а захватил немец Рапануэ в итоге? Не вижу я здесь у него. Нет, пока нет. Воюет с Рапануэ. Женева. Женева, кстати, классная. 15% по-моему к науке, если в мире. Да. Очень захотелось Мали сразу войну объявить, честно говоря, но... Но не хочу. Пока нет. Так, еще один кампус, гавань. Правительственную площадь не в столице будем делать. Ну что, может открыть реально судостроение и колосс в столице? Ведь один ход. Колосс у нас ставится на побережье рядом с сушей Га. То есть вот либо сюда становится, либо сюда. Наверное, сюда поставлю. Давайте пропустим. Он неплохое, это, дает торговца. И колосс обычно компьютер не спешит брать. О, тут иудейские миссионеры прибыли. И вавилонские тоже. Но вавилону, конечно, подальше было идти. Тут-то плыть просто. Ну давайте, обращайте меня полностью. Давайте еще раз посмотрим. Ни то, ни другое для меня не работает. В зороастризме та же фигня. Короче, и то, что другое, нафиг надо. В Джелонге монумент. На центр коммерции, по-моему, тоже престиж действует. Так, знаете что? Тут надо решать уже, видимо, с правительственной площадью. Очевидно, она будет вот здесь. Тогда, исходя из этого. Наверное, я бы сюда коммерческий поставил. Тут вообще-то где-то... Ага, так. Так, тогда у нас дамба не ставится. Сорян. Вот тут будет правительственная. Тогда у нас дамба... Вот тут, видимо, только ставится. Вот тут дамба. Получается, тогда здесь надо производственные делать. Конечно, производственные еще... Но тут от Мельбурна можно. Конечно, производственные в соседстве с каменоломней неплохо будет давать. Но производственные в ромашке должны быть. И тем более тут у нас... Дамба. Так что я, наверное, сюда... Промышленная. Сюда промышленная. Так, дамба. А в Мельбурне... Так, вдруг я еще не открыл, да? Ну, в Мельбурне, наверное, вот сюда еще промышленная встает. Тогда в Мельбурне можно сюда коммерческий поставить. Соседство с Рикою. Ой, тут вопрос. Тут где-то от Джелонга надо... Научный. Наверное, вот сюда придется научный. И коммерческий, собственно, от Джелонга куда-нибудь сюда. Ну, или местами поменять просто их. Так, ну... Получается, нам нужен... Нам нужен рабочий. Хотя я в Мельбурне его построю. Нет, в Мельбурне, наверное, уже центр коммерции. Надо сразу ставить. Нам нужны караваны. В Джелонге. Я вообще строителя могу купить. Но тогда вопрос, что в Джелонге строить? Может, давайте амбар пока. Не хочется строить... Делать строителей без карточки. Я вот следующим кодом тут накоплю и... Кому-нибудь что-нибудь продам. Так, в Канбере мы откладываем... Строительство. Потому что будем колосс строить. Кстати, можно будет... Поставить карточку, видимо... На... Чудеса как раз. Периколопадан. Но он воюет с двумя и строит чудеса в этот же момент. Окей, на каких он войск беспокоится? Вот эти, что ли, которые как раз отходят от города? Интересно. Так. А, блин, я же буду покупать сейчас клетку для колосса. Девять ходов. Нормально. Ладно, видимо, игры и развлечения так открою. Или давайте открою строительство. Я не снял водяную мельницу, но давайте открою строительство. Тут как раз игры и развлечения отложу. Давайте вот теологию открывать. Религию мы точно уже создать не можем. И поставлю следующим ходом, наверное, вместо каравана, карточку на чудеса. Эти открытые границы с греком. Вон, 31 дал. Так, я могу, наверное, все-таки купить рабочего тогда. В джелонге. Требуется 155. То есть 38 не хватает. Ничего, немец. Может, опять лошади нужны? А, блин, у него денег нет. Черт, а у кого есть? У Индонезии. В Индонезии, наверное, и лошади есть. Да. Эти ей лошади как раз. Ну, может быть, железо. Да, давайте попробуем железо. Вдруг. Так, сколько там? Блин, я забыл, сколько мне надо денег. Строитель 155. У меня 117. То есть 38. Надо 38 денег. Ну, если что, не будет это, так я дипломатического капитала добавлю слегонца. 38. Ну, смотри, мы тебе тут железо как сейчас. От щедрот. О! Зашибись. Мой строитель сейчас будет все тут расчищать под районы. Я, наверное, даже сразу с правительственной начну и под нее. Так, а у меня внезапно не появится тут новый... Нет, к сожалению... К сожалению, больше я просто думал Магнуса посадить в город, но нет, слишком долго ждать. Так, 10 ходов, наверное, осталось. Один ход. Но я опять нормальную эпоху вываливаюсь. Опять нормальная эпоха. Ну, наверное, не отправляю пока никуда. Не хочу. Пока терпим. Тут еще, кстати, у нас сахар будет обработан. Еще одно. Еще один ресурс приятный, не выполнил обещание. Ну, это вот это бред. Вот это не поправлено, это просто трындец. У меня ушли юниты вообще, и Корея считает, что я не выполнил обещание не держать юниты рядом с ним. Ну, это какой-то тупость, честно говоря. Ну что, Австралия выходит в Средневековье. Продолжение, я думаю, уже в следующей серии будет. Спонсоры канала могут поискать его прямо сейчас во вкладке сообщества. Еще раз спасибо вам за поддержку. И с трехлетием шестерых моих спонсоров. Сколько вы денег на меня? Сколько вы денег мне просували, а? Ну, спасибо еще раз. Всем зрителям спасибо, что смотрите полностью это видео. Надеюсь, вам нравится. Убер Австралия. Продолжение завтра. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok